После декабрьских морозов Динар Фазылов не удивился большим, чем обычно, цифрам в платежке в графе отопления. Конечно, минус 40-50 градусов предполагает увеличенный расход теплоэнергии. Но если подходить к регуляции ресурсов с умом, то и здесь можно сэкономить. К тому же перебоев с подачей тепла в квартиру за все морозные дни не было. Счета пришли не очень большие, так как у нас стоят счетчики, соответственно, и мы всегда знаем, сколько и за что оплачивать. Конечно, счета пришли больше, чем обычно, но не такие большие. Тепло регулируем мы вручную, то есть сколько мы подадим тепла, столько у нас в принципе и будет. А оплатим мы уже по счетчику, сколько набежало, столько и заплатили. При наличии индивидуального счетчика в квартире регулировать расходы на тепло значительно проще. Конечно, в Сургуте они есть далеко не в каждом доме, и установить в принципе просто по желанию не получится. Однако обеспечение жизненными ресурсами в нашем климате, особенно в лютый мороз, важнейший пункт в работе управляющих компаний и товариществ, собственников жилья. В вопросе нужного количества тепла может помочь отопительный узел, который распределяет ресурс по всем квартирам, причем без излишек. Но его покупку оплачивают сами жители. Окупается такая система в течение двух-трех лет. Так висит график температурного режима, это очень важно. Вот, например, если минус 30, то такая подача тепла. Если минус 50, то такая. И мы внимательно за этим смотрим, чтобы не было повышения, значит, понижения температуры, а тепло идет. Бесхозяйственность, бесконтрольность приводит, конечно, к большим платежкам. За этим мы очень следим. Подается бесперебойное тепло в квартиры. В этом году, слава богу, никаких происшествий не было, как и в предыдущие годы. Наличие теплоузла и общедомового счетчика позволяет значительно сэкономить расходы на тепло. И все же в этом году на собрании ТСЖ «Светлое» каждую квартиру решили устанавливать плюсом индивидуальные приборы учета. Экономия будет еще более ощутима. Какая температура в квартире вам нужна, то вы сами и устанавливаете. Обзавестись счетчиком на тепло может любой собственник квартиры в новом доме, обратившись к коммунальщикам. Например, практически во всех зданиях, которые обслуживает УК «Гравитон», есть приборы учета и индивидуальные, и общедомовые. В целом, конечно, экономия идет полностью. Если даже по прописке прописано 11 человек, а потребление идет намного меньше у них. Поэтому лучше, конечно, счетчики устанавливать квартирные. С счетчиками устанавливаются, процедура оплачивается все сразу. Процедура недорого стоит до 2000. В декабрьские морозы серьезных сбоев и аварий на теплотрассах города не было. Специалисты отмечают, что городские тепловые сети вырабатывают теплоэнергию по нормативам в зависимости от погоды. Конечно, некоторые здания, не оборудованные теплоузлами и другими регуляторами подачи ресурса, потребляют ее больше, чем требуется. Отсюда и теплопотери. За декабрь они составили почти 5%, за которые людям пришлось заплатить. Выработка ГТС, именно в аномальные морозы, увеличилась в полтора раза от нормального графика, где-то в полтора раза у них выработка увеличилась. И, соответственно, цена-то ресурса осталась та же. То есть, в принципе, цена на него не была ни поднята, ничего. Просто сама выработка и затраты, которые пошли на этот ресурс, соответственно, цена увеличилась. Большинство сургутян отнеслись к большим платежкам с пониманием. Население осознает, чем холоднее на улице, тем теплее в квартире. Неизбежная аксиома. Тем не менее, к теплопотерям люди тоже относятся внимательно. Оно и понятно, кому хочется топить улицу, да еще и за свой счет. У меня в квартире все окна как бы поменены. Живу на девятом этаже, тепло начинается сверху, я жаловаться на него не могу. В квартире у меня тепло. Но оплата, конечно, большая. Общие счетчики поставили. Можно, как говорится, кто управляет этими счетчиками, регулировать. У кого стоят терморегуляторы, или как их правильно называют, те экономят. У кого нет, значит, не экономят. Возможность сэкономить на отоплении, к сожалению, недоступна жителям домов старше 10 лет. По счетчику, установленному на вертикальной системе инженерных сетей, будут набегать показатели всех квартир со всех этажей дома. Также, если приборы учета установлены не везде, показания общедомового счетчика будут распределяться на всех, по аналогии с водой. Единственный выход для собственников квадратных метров в таких зданиях – теплоузел. Тем не менее, ресурс всегда поступает в дом запасом, в том числе и на возможные утечки тепла. Выходит, что экономия на расходе некоторых ЖКУ – привилегия жителей относительно новых зданий. Остальным же придется с пониманием отнестись к весьма немаленьким цифрам в платежках. Хотя наш человек, постоянно растущим и бьющим по карману тарифом, за коммуналку уже привык. Ольга Нахаева, Сергей Коликов, Вячеслав Шаркунов. Специально для телевизионного обзора новостей.